Всем привет! С вами снова Виктор Балец. Сегодняшняя тема западный каражал шахты. Очень интересная тема, связана с моей жизнью, потому что на шахте работал мой отец. И я там часто проводил время тоже с пацанами. Облазили вдоль и поперек всю шахту. И знали где что находится. Тем более в те времена все это было открыто, доступно. И нам даже показывали те люди, которые работали на поверхности, естественно не внутри шахты, а на поверхности. Как это все работает, как это все функционирует, где шахтеры опускаются под землю. Как они поднимаются, где эти маски, выдаются каски, аккумуляторы и так далее, и тому подобное. Столовая. Потом на поверхности у них там очень было много интересного. Всякие службы, спасательные и прочее. Медицинская служба. Ну, в общем, короче, все облазили вдоль и поперек. Очень было интересно. Но я сейчас к чему? Ну, с детства я уже видел эту профессию шахтера. Это очень-очень тяжелая профессия. Очень. У меня много знакомых. Там потом пошло уже работать на шахту. Особенно много работало с нового города. Парней и мужчин. Ну, пожилых там было мало. В основном молодежь вся работала. Все черные такие, грязные. Ну, это ужасная работа, да. Тяжелая работа. И, конечно, никто так особо не стремился, чтобы работать на шахте. Из простых, из наших, скажем, из моих одноклассников или моих одногодников. Все видели прекрасно, что это очень тяжелая работа. Но сегодня я хотел бы вам рассказать пару таких стихотворений, где отражается эта работа шахтера, нелегкая. Давайте вместе поразмышляем над этим. Вот такое стихотворение очень интересное. Нашел я в интернете. Оно полностью, это стихотворение полностью подходит к ситуации, которая была бывшая в Советском Союзе, где профессия шахтера, она везде хвалилась. Везде проводилась такая как бы рекламная кампания, чтобы молодежь шла в шахты работать. Это везде по Казахстану было такое. И просто задумайтесь над смыслом этого стихотворения. «Как устроена земля, не могу увидеть я. Ведь для этого мне нужно опуститься в землю глубже, чем в пещеру и овраг. Только сделать это как? Глубже всех в земные недра опускается шахтер. Там земля откроет щедро всех ее богатств набор. Уголь, сланцы и руды. Да, в шахтеры я пойду». То есть проявлялся, конечно, интерес такой, что находится под землей. Всегда интересно, как устроена наша планета, земля. Что там внутри есть, как это все добывается. Технология, конечно, все это интересно. Шахтеры, шахты, карьеры и прочие дела. Но это очень-очень тяжелый труд. И, как я сказал, в следующем стихотворении здесь более точно описывается вся эта ситуация, которая там расходит. Кто под землей готов трудиться, руду и уголь добывать, Собой может он гордиться, Себя шахтером называть. Не легот труд. К тому ж опасен. Завалы, оползни, метан. Кто смел душой, лишь тот согласен Работать в шахтах, делать план. Бурить шпуры, взрывать породу, И штольни, штреки проходить. Не видеть солнца и свободу, Чтобы полезное добыть. Кто добывал руду или уголь, Шахтерский труд тот сам познал. Тот знает, что бывает туго, Когда случается обвал. И прочих прелестей там много, И пыль, и шум, и духота. Трудна шахтерская дорога. Пугают ею неспроста. Нужны здесь опыт, ум и сила, Характер прочный, как гранит. Людей немало завалило. Быть подземелья крут и нравен, И слабаков не любит он. Он чрезвычайно своим равен. Его желание закон. Коля серчает, буря будет, Несчастье следом прилетит, И лишь спасатель в бездну лезет, Чтобы коллег своих спасти. В любую щелочку пролезет, Чтоб пострадавших всех найти. Такое горное уж братство, Нельзя друзей в беде бросать. Считают это святотарством, Должны любой ценой спасать. И это чувство вдохновляет, Войти на смену снова в клеть, А та уж внутрь земли спускает, Чтоб там работать и терпеть. И на гора в натуре выдать, Что нужно людям и стране. И способ самый верный выбрать, Чтоб не поддаться, И на белый свет же мы подняться. И солнце в небе увидать, Земную жизнью наслаждаться, И радость бытия познать. Вот такое вот красивое стихотворение Написал Владимир Жуков. Ну, проанализируем это стихотворение, Как пропустим через себя. Да, называть себя шахтером, Это, конечно, было круто. Это не каждый мог. Взять, например, Караганду, Там очень много шахтеров было. В Каражале точно очень много труд. Шахтеров было. Труд очень был тяжелый. Завалы, метан, газ, взрывы какие-то, Какие-то несчастные случаи. Это было постоянно. Я только в своем детстве Постоянно только и слышал, То произошло, другое произошло. У меня отец работал на шахте. Очень много, каждый из вас, Кто связан был с шахтой, Не знает прекрасно, Сколько людей там полегло, Сколько людей погибло, Сколько людей от этой пыли, Грязи, да, это же силикоз, Это такая страшная болезнь, Когда человек дышит Все этой грязью, пылью, породой, Это все откладывается в легких, И потом уже оттуда ты не вытащишь это дело, да. И многие шахтеры, они умирали в очень там, Ну, сколько там, 60 лет, да. Может быть, даже и много раньше. Шахтеры умирают очень рано. И, конечно, все это, Все родители, Можно сказать, многие говорили, Вот не будешь учиться, Пойдешь в шахту работать. Ну, это как на каторгу, да, Наподобие так. Естественно, Мы, как новое такое поколение, 60-х, 70-х годов, Мы хотели, конечно, Учиться на другие профессии, Если так честно между нами сказать, да. Что там еще? Ну, Конечно, там было какое-то братство, Они вместе проводили время, шахтеры, И даже в свободное время были вместе, да, Проводили какие-то праздники, Там мероприятия, Это было такое братство, Это не как в какой-то другой профессии. Ну, и страна, конечно, Гордилась шахтерами, Вечно вот эти планы, Всякие там достижения, По телевизору днем и ночью все это показывали, да, Кто сколько там на гора поднял породы, Всего необходимого для страны. Ну, а любой шахтер, Он молился Богу там под землей глубоко, Чтобы выбраться живым на поверхность И солнце убедать, Земную жизнью наслаждаться И радость бытия опознать. Вот, представляете, Каждый день ты спускаешься в шахту И не знаешь, выберешься оттуда или нет. Вот такая вот жизнь шахтера. Так что, Профессия была очень хорошая, Но очень даже, можно сказать, опасная. Итак, с вами был Виктор Балет. Заходите на мой канал. Если понравилось, подпишитесь. И желаю вам всего хорошего. Если есть в вашей семье шахтеры, Цените, любите их. Это очень и очень тяжелый труд. Пока-пока. До следующего ролика. Всего вам самого наилучшего.